С Созовым-то за история приключилась такая? Ну, они сюда зашли, в первый подъезд наш, и начали в двери стучать к нам, выламывать, кто не откроет, там, я не знаю, выбивали двери. У нас дверь такая более-менее жилетарическая. А потом, когда начали сильнее уже стучать, я думал, прикладываем. Дело в том, что у меня просто флаг военно-морской, я служил в Севастополе, я 8 лет не мог его никак показывать. Ну, думаю, плюс то, что георгиевские ленточки у нас с 14-го года, мы когда в Россию ездили, или кумавианам давали, чтобы мы раздали. Ну, потом мы решили с супругой бежать, потому что люди, они неадекватные, наверное, думали. С прокуратуры там, с той стороны, мы со второго этажа прыгали вниз. Ну, супруга не удержалась, из него упала, иначе она там головой ударилась, повредила копчик. Ну, остались живые и убежали. А ломились-то именно к вам вот, или все-таки во все двери, во все двери. Им нужна была точка обзора вот этого дома, то есть туда и проспект. Им нужны были точки обзора. Они вот здесь прятались, заседали, но руководил ими такой, я не знаю, чи наемник, чи я не знаю, но бородатый такой, рыжий. Вот, он конкретно расставлял точки. Как вы знаете, что Азов там, по шевронам, то есть видели их? А их видно. Они же сразу отличительные от ВСУ. В ВСУ там, ребята, ну, понятно, что... Но они их держали. А в ряд ВСУшникам им не давали сдаваться, потому что будем стрелять. А флаг-то что хранили с георгиевскими мяточками? Я служил под этим флагом три года. Сейчас вы достанете, наверное, да, 9 мая? Конечно, конечно. А мы 9-го будем брать, нам бы пораньше. Академия.